ребят всем привет всем привет всем привет нас вы знаете это у нас николай сегодня будет такое интересное видео возможно будет несколько серий поля у нас автомобилях чайник понимаешь что хочет выбрать хорошую машину и мы сегодня посмотрим как николай не понимаю ничего машина будет изначально сам выбирать себе машину то есть смотреть затем уже много таких людей то есть цель показать да когда человек приходит на вторинок зеленый угол и не понимая ничего начинается ли выбирать машину и в конечном итоге выбирает какого-нибудь корчак до искать ну что будем сегодня седан 1850 сначала искать все поехали только сразу хочу сказать диванных экспертов просьба там особо сильно не комментировать сразу пойдут в бан так ну собственно собственно находимся на рынке вот нашли первый автомобиль сейчас коля попробует его посмотреть и выбрать и выбрать значит держи ключи от автомобиля чего ты начнешь ну в первую очередь визуально на предмет царапин вмятин солнышко так интересно что падает солнышко до светит сегодня жарко будет так он закрыл дать это попробуй открыть ничего не отваливалась резиночки ты сказал с визуально смятин с царапин давай наверное ходим по кузову смотрим я же знаю в этот замечательный прибор правильно ну на первый взгляд визуально все равно очень сложно определить красилась машина или не красилась не ну это понятно если у тебя будет прибор что ты будешь смотреть вот я тебе даю прибор на прибор на 8 ты пришел с толщиномером держи чтобы ты потому что во первых ты смотришь уже вмятины царапины ты их неправильно смотришь когда ты смотришь вот как плитык ты их никогда в жизни не увидишь то есть какие-то царапины ты увидишь а чтобы конкретно видеть надо смотреть сбоком по духам солнце светит она все засвечивает просто ничего не поэтому вот тебе толщиномер давай со своими куда-то кнопочки не тыкать тебе все включили все уже до включено ну и там же есть какая-то определенная смотрел толщиномер ты ничего не знаешь зачем так как поняла цифра нормально поместье до предела вот здесь уже уже 91 вот это все в микронов то есть это тысяч на микро один микрон тысячная миллиметра миллиметре тысячи микрон ребят ну давайте сейчас сколь я пройдет машину толщиномером по кругу чтобы надолго не затягивать мы включим камеру так но в итоге коля прошел машину толщиномером по кругу ничего не понял сейчас сергея ему немножко подскажет как это делается смотри всегда начиная машина мерить с крыши толщиномеры разные разные марки и они по-разному показывают это не значит что здесь если 55 то следующий танцы толщиномер он показывается 110 надо определить эталон обычно крыша она не крашен обычно то есть вот меряем крышу что меньше всего варианта дошла и когда какие-то моменты что крыши крашены это будет сразу видно здесь вот получается 56 и уже на основании вот этих параметров мы начинаем мерить идти и в нескольких точках мерить показания лакокрасочного покрытия но мы встречались с такими моментами вот китайцы делают прям дверь вся не крашеная какой-то момент класс а там шпаклевка то есть китайцы уже научились вот этими пятнами красить почему и изначально мы смотрим визуально то есть мы смотрим на просвет это мы смотрим шагрень какая есть тойотовская шагрень есть nissan of скарсик даже она разной на каждом заводе из свое шагрень у меня есть друг он преподаватель и он даже может наносить сейчас научились наносить разная шагри то есть это все смотрим шагрень и смотрим прибором естественно какие-то моменты могут возникать, что краска полностью убирается и красится заново. И толщиномер тебе покажет, что покраска все нормально, поэтому надо смотреть на просвет и уже определяться. Если дверь все-таки делана, то есть ее уже шпаклевали или еще что-то с ней сделали, то вот эти все моменты, они вылезут. Обычно, если просто дверь крашена, ничего с ней не было, либо убирали какие-то царапины, либо дверь меняли не в цвет и ставили другую. Поэтому надо проходить по кузову во всех местах пройтись. Идем по кузову, смотрим полностью показания толщиномера. Обязательно смотрим пороги. И уже после того, как мы прошли толщиномером, естественно, мы смотрим на просвет, но нет шагрения каких-то, неровностей, каких-то вмятин, царапин. И надо поймать вот угол, именно угол, где будет это все видно, чтобы она все это показывалась. То есть, допустим, дверь такая шагрень, здесь другая. Ты уже смотришь, какая дверь крашена. Ну, к этому мы вернемся. Еще данный автомобиль прошли, данный автомобиль оказался весь в родной краске. Вот. Что будем делать, что Николай будет делать дальше? Так, ну в итоге, что мы будем делать дальше? Ну, сейчас посмотреть. Попробуйте осмотреть автомобиль внутри. Давай. Как это делается? Открываем двери, смотрим пороги. Чтобы не было ржавчины, рыжих пятен. Диночки. Да, когда вообще не разбираешься, зачем срывать эти резинки, для чего? Нет, не сливаем. Просто интересно, для чего это делать? Ну, не знаю, посмотреть, чтобы не подделали там ничего с ними, чтобы вода не попадала внутрь салона. Нормально, отлично просто. Вот. Отклеили, приклеили новый. Да, и когда вообще не разбираешься в машинах, а как-то сам, не знаю, не задалось, очень тяжело смотреть и выбирать. Ну, как здесь, допустим. посмотрим краску. У нас смотрится здесь вообще краска, обычно, ими. Смотрится, смотрится. Да, хоть забирай так, нормально. Да, все, берем. Так, другую дверь. Надо брать, Ну, пока, уже все целое. Пока, вроде, да. Показания какие показывают? Целое. О, вот сейчас очень большой потенциал. Ты ставишь неправильно прибор, прибор должен прилегать плотно, и внутри всегда показатель будет меньше. Ну, да, уже совсем другие, другая цифра. 70 не креемся. Нет, неправильно ты ставишь. Понимаешь? А, ну, вот сейчас 35, да. Вот, вот, вот. Да, тут просто места такие неудобно, да. Чуть-чуть неудобно. Так, пороги, пороги, тоже, на мой любительский взгляд, вроде все целое. Здесь ржавчина у нас небольшая. Вот. Чего? О чем это может говорить? Возможно, красилась деталь. Да? Толщиномер есть, проверяй. Не, ну, там не получается. Стоп. Коль, фиксатор не проверяется, получается, фиксатор у тебя шпаклеванный идет. Ну, не, ну, понятное дело, что она как бы отдельно идет, но все равно, почему он бжавый? Много нюансов может быть, очень много нюансов. Машина с ним, ну вот. Да. Чуть-чуть заржавел. Так, идем дальше. Давай, давай по внутрянке чуть-чуть здесь, смотри, ты открываешь проемы, смотришь, в первую очередь смотришь на гамечки. Так, ребят, секунду, подождите. В первую очередь смотришь, вот, болты срывались, они смотришь, срывались ли двери, все заводское или не заводское, конечно, обычно это все не закрашивают и это все видно, но есть такие специалисты, которые делают все очень красиво. Дальше, резинки. Сейчас, Коля, иди посмотри на болты внимательно. Болты смотри. Понял, куда смотреть? Конечно. Нет, нет, смотри, куда еще он смотри. Там неудобно болты откручивать? Так, я туда, наверное, не пойду. Я вам покажу с этой стороны, про какие они болты имеют ввиду. Срывалась, не срывалась. Про вот эти вот сразу можно понять, да. Да, и еще смотри, хотя, наверное, уже пойду. вот эти крылья здесь не крашены, а вот эти, которые клеят двери, они не крашены. То есть, это все заводское, это все нормально. Посмотрел на предмет снятия дверей, крылья. Вот здесь часто встречаются болтики. Тоже срывалась, не срывалась, его тяжело подкрашивать, в принципе, и все видно. Дальше, резинки, если надо, не резать, резинки срываются для того, чтобы посмотреть, есть ли швы. То есть, если резалась стойка, там, крыша, и здесь обязательно снять резинку, здесь будет шов, что оно варилось, а здесь все шпаклевано. То есть, если ты толщиномером прошел, здесь аккуратно, то есть, допустим, где у тебя толщиномер? Ты ставишь это, если у тебя не получается, ты ставишь прям впритык. Видишь, 41, не 77. И внутри краска всегда меньше, она где-то меньше в два раза. Она может быть, допустим, 56 слоя, там 25. То есть, потому что внутри лакомо, она не покрывается. Видишь, 39. То есть, все прошел досконально здесь с толщиномером. Особенно обратить внимание на стойки и на пороги. Потому что, если крыло меняется, оно режется, стойка режется, порог режется. Вот здесь багажник сразу. Но это к багажнику, потом придем, я говорю, пока идет момент насчет именно проемов автомобиля. Вот это все проверен. Стоечку вот эту проверил, потому что, если меняется центральная стойка, то тоже здесь какой-то шов должен присутствовать. Все это проверим. Прошел по всей машине, по кругу. Все нормально. Продолжаем дальше пожарить. Ну, а если уже вызвало подозрение, то уже тогда можно не смотреть на предмет шва. И шов в шов, допустим, обычно идет. Если ты идешь, у тебя идут какие-то показания, что машина крашена, 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 крашена. И когда ты в шов упираешься, у тебя сразу здесь показания меняются. И ты можешь прям толщиномером найти вот этот шов, где она проходит, где этот шов. И дальше пошел, и идет дальше на уменьшение. Это обычно, если меняется крыло. Потому что нет смысла шпаклевать все крыло, оно все целое в родное. Один шов сделал, там шов сделал, тут все расклепал, и новое крыло вборил. Все, идем дальше. Я все закрываю. Проемы проверили. Нет, да там уже посмотрели в проеме. Все, в проемы определили, покраску определили, дальше. Подожди, стой. Машина, вот говорю, все определение. Машина оказалась целая, в родной краске. Все детали целы. Ничего не откручивалось, не крутилось, не снималось. Единственное, единственное, мы не открыли капот. Давайте откроем. Мы не открывали ни капот, ни багажный. То есть, если ты уже смотришь на предмет парки там, или чего-то крыла. То есть, открываем капот. И пойдем сюда. Бага, давай, давай. Смотри, здесь есть вот швы, то есть накладка. Это крыло. Проверяешь, смотришь, родное все, неродное. Вот сюда все везде заходишь, потому что это все расклепывается и все заново. Потом смотришь по точечной сварке. Где-то есть, где-то нет. И сравниваешь с тем крылом. Ну, допустим, если это крыло целое, то здесь посмотрел, здесь посмотрел, здесь посмотрел, вот эти моменты, где-то все расклепывается. Дальше. Итак, это все показали, рассказали, вот перед тобой багажник, что ты можешь проверить в багажнике. Сейчас будем смотреть. Вот. Как я понимаю, это должно сниматься. Снимаем. Смотрим. Как и много интересного. Вот у нас инструмент, запаска. Нет, ты не на запаску смотришь инструмент, ты смотришь, что тебя должно заинтересовать в багажнике, чтобы ты понимал, бита эта машина или не битая. Тут вот интересно, вот так тоже. Для чего это? Это, это шумоизоляция японская, это родная, заводская. То есть на это не надо обращать внимание. Если это есть, значит, это хорошо, что есть. Провода, да, у нас тоже интересные. Провода, ничего интересного там, это провода, как провода. Так, а вот. Ну, что ты скажешь о тазике? Вот это тазик машина называется, где лежит запаска. Что ты об этом скажешь? На первый взгляд визуально ржавчины, ну, немножко ржавчины, так, в принципе. Где-то ржавчину увидел. Вот чуть-чуть. Вот это ржавчина. Ну, не ржавчина. Как? Это просто потертность от... Значит, тут у нас... Ладно, теперь давайте раз подскажем все-таки, на что обратить внимание в багажнике. и смотришь первое, на что ты смотришь, это ты смотришь вот на тот шов. Вот он шов. Снимаешь запаску. Вот смотри, тоже, смотри, нету здесь крышек. То есть, однозначно надо ставить, может здесь была вода или еще что-то было. Смотришь, что вот их сняли. Вот это тоже шумоизоляция, чтобы запаска не дребезжала. Вот она есть. Значит, мы уже видим, что этот тазик родной. И смотришь, обязательно обращаешь внимание вот на вот этот герметик. Вот здесь он наложен. Это заводской герметик, который был сделан на заводе. Вот этот герметик. Все заводское. Вот эти моменты тоже. Шумоизоляция, герметик. То есть здесь я с уверенностью на 100% говорю, что тазик не менялся. Все родное. Вот это самое главное. Потому что если меняется торцевая планка, то у вас, естественно, вот здесь герметик этот не будет неродной. Расклепываются везде кропки. И видно, что торцевая планка поменена. Если меняется тазик, соответственно, вон там в какие-то моменты тоже это все неродной будет герметик. Здесь все родное. Тормози. Смотри, мы убедились, что багажник целый, все родное. Все красное, все родное. Какие твои действия дальше? Нет, здесь все хорошо. Нужно посмотреть. Я бы с первого раза ни на что больше внимания не обратил. Потому что очень много нюансов, которые... Что касается тазика, ты... Бывают такие машины, которые нельзя добраться до вот этого шва. Допустим, гибридные там шаттлы, еще какие-то гибридные автомобили. У них вот этого шва не видно. Ты садишься или становишься на коленочке и смотришь тазик вот здесь вот шов. Вот это тут. и смотришь, как тазик выглядит снизу. То есть, если все целое, значит, все хорошо. Ну и соответственно, также ты смотришь, срывались ли болты на бампирах, на стопорях здесь бывают болты. То есть, здесь все целое, здесь все хорошо, можно закрывать. Правильно? Да, все закрывалось. Ну и вот здесь закрыто. Здесь закрыто. Но на многих машинах здесь можно все это убрать и посмотреть. При желании, если будут подозрения... Зарить болтики срывались. Обращаю внимание на замок, разбитый, он не разбитый. Потому что, если где-то машина была поджата, то замок этот разбивается. Потому что его не стыкуются. Бежать плохо, закрываться. Здесь все хорошо. Дальше поехали. Ну, думаю, надо идти смотреть капот. Подкапотное пространство. Подкапотное пространство. Что так называется, да? Да. Подкапотное пространство. Открывай капот. Капот здесь. Внутри, да, открывается? Да. Сюда куши. Так, багажник у нас. А капот? А капот? Да не важно, давай покажем. Что мы сейчас будем искать? Вот здесь, где? А, все. Погода багажник. Багажник знали, как капот не знали. Так, ну, опять здесь, ну, с первого взгляда, да, то, что первый раз смотрю, обратил внимание, то, что... Чистый. Двигатель помыли, да, двигатель чистый. Потому что, насколько я знаю, там некоторые боятся, допустим, двигатель. Нет, это машина беспробежная, обычно здесь, она должна быть товар лицом, поэтому все чисто. Ну, это да. Если ты подойдешь смотреть машину с грязным двигателем, тебе будет неприятно вообще здесь смотреть, и ты, в принципе, развернешься и уйдешь. Поэтому, на что обращаться? Это мы сейчас конкретно мы машину смотрим именно по кузову, на предмет битья, каких-то замен. Поэтому сейчас мы двигатель пока не трогаем. Ну, тут вообще, если с краской, да, если с краской еще, ну, как-то где-то можно с подкапотным пространством, я вообще ничего не могу сказать. Ладно. Значит, здесь нужно обращать, опять же, внимание на сорванные болты. Это капот, крылья, пластмасски эти. Поднимается верхняя планочка. На данном автомобиле мы видим то, что болты на верхней планке, вот, я думаю, вам видно прекрасно, они сорваны. То, что машина эта битая, сложно сказать, скорее всего, они были просто ржавенькие, потому что остался вот налет ржавчины. Болты вот эти просто поменяли. Ну, естественно, смотрим двигатель на предмет подтеков снизу, насколько это все просматривается. Ну, и, соответственно, смотрим с заглядом. Вот идут лонжероны, из стыка лонжерона и ноу-ската, болты есть. Где-то можно разглядеть, где-то нет. И если резьба в них сорвана, на самом, именно на болте, то, значит, ноу-ската дергались. И смотришь, здесь вот эти вот все болты, вот как Саша сказал, срывались грани, не срывались, вот это все смотрят. Заглядываешь, однозначно смотришь лонжероны. Если где-то есть у тебя толщиномер, то ты можешь туда добраться и посмотреть. Потом смотришь, чашки здесь тоже самое. Здесь все просматриваешь, все до мелочей. Внутренняя часть кузова так же это все смотрится. То есть посмотрел, если машина вся целая, продолжаешь, смотр дальше. Это цифры? Цифры? Номер кузова? Нет, это цифра планка, это номер планки. Бывает, что, ну, раньше, по крайней мере, на всех машинах, не на всех, но на многих был вот этот номер. Этот номер. Если этого номера нет, то это сразу вызывает подозрение. Сейчас не на всех машинах. этот номер есть. И эта планка, она номерная, ее просто все очень просто. Она скрывается, откручивается и меняется много. То есть это не показатель. Ну и, соответственно, вот эти моменты, когда машина, если бьется куда-то, керет, там вот кузов, его невозможно сделать. И какие-то есть вмятины, не вмятины, а где-то, допустим, помятая машина. Там все это рихтует, это все видно. То есть досконально каждую часть автомобиля прям рассматриваешь на предмет битья или еще чего-то. Углубляться сильно мы не будем, потому что бывают такие моменты, когда вырезается четвертинка. Об этом мы расскажем дальше. Вот. Тут просто. Тут просто сравниваешь также герметик с этой стороны. Это не значит, что если с завода у тебя герметик должен быть идеально гладкий. Вот смотришь, уже если есть опыт осмотра машин, то в принципе ты можешь отличить герметик заводской от герметика не заводской. И, соответственно, сравниваешь одну и вторую стороны. Ну и фары так же. Крепление, все это будет видно. То есть если... Ну ты первый раз сейчас не знаешь, уже услышал из чего-то. И в следующий раз ты уже будешь знать, ты уже будешь знать, на что обращать внимание. Куда обращать внимание, конечно. Поехали дальше. Еще надо открывать лечо. То есть вот это все мы посмотрели. Вот посмотрели, багажник посмотрели. И открываем лечо. Такие моменты. Когда машины крашены, допустим, где-то в России, частенько лючки снимают. Не то, что частенько, снимают лючки, расклепывают клепочки и несут подбирать краску. И вот здесь лепят бумажки. То есть если человек бумажечку эту не убрал, то можно... Определить, да? Да. Красилась машина, не красилась, подбиралась ли по этому лючку краска. И, соответственно, вот здесь смотрим. Прямо на ощупь. Есть ли какой-то на пыл, чтобы понимать, крашеное крыло или не крашеное. Неровно всегда может какие-то. И еще такой нюанс. Просто у нас в наше время очень много кто красит автомобили и покраска есть качественная, что это очень редко и дорого. А есть некачественная. В первую очередь надо смотреть какие-то крашеные детали. Надо смотреть на пыл на резинке. То есть бывает, что смотришь, машину покрасили, внимательно просмотреть резиночки, чтобы не было напыла, чтобы было... Где-то возможно могла краска остаться. Особенно если красится впереди, там где-то на крыльях, где-то на колесах. То есть этот напыл бывает никто не стирает и говорит о том, чтобы покраска была некачественной. Ну и, соответственно, когда ты смотришь уже крашенное крыло, все видно, какие-то кратеры остаются. То есть недостаточно все это вышкуривается, грунтуется и остаются какие-то погрешности. Остается мусор, какие-то крупинки. Все это видно и все это можно увидеть. То есть, когда мы смотрим машины, мы говорим, что на наш взгляд, когда мы смотрим, мы видим, как покрашена машина. Но вы можете этого не заметить. Но мы человеку говорим, что машина крашена и как она крашена. Что мы это видим. Но вы не видите. Мы не видим. Примерно так. И еще, если ты видишь какие-то вот такие вмятинки, то есть вот по кузову прошел и посмотрел, какие-то вмятинки, на них можно не обращать внимания, на них можно не обращать внимания. Они не имеют, то есть это все вытягивается без контакта. То есть цена вопроса 500 тысяч рублей, поэтому на это можно не смотреть. Ладно, с кузовом определились. Так, немного далее. Я еще раз всем хочу напомнить, что это мы смотрим автомобили намного доскональнее и тщательнее. Это просто такая вот у нас первая серия. Дальше, на что мы обращаем внимание? Насколько я знаю, еще есть акционы и листы. Когда машины приходят с Японии, они приходят с акциониками. И ну там пишется количество баллов, допустим. Но опять же, да, я особо в этом сильно не разбираюсь, насколько я знаю. Вот. И по акционному листу можно посмотреть там пробег. Вот. Все тут, конечно, на русском, все так хорошо написано. Ну, что ты видишь на данном акционном листе? Вот. Я вижу, что пробег у нее 92 тысячи. баллы, баллы, баллы. Пальчиком большим держишь баллы. Справа, ребят, но уже нанимаешься, 4 балла, да? Вот, значит, ну, всего 5, да? По-моему, баллов. Нет. 6, 6, но автомобиль. А я вам скажу немножко, аукционный лист мы вам показывать не будем. Я думаю, по понятной причине вы все догадаетесь. данный аукционный лист в автомобиле 4 балла, кузов у него соответственный. Сейчас откроем вам небольшой секрет. Все говорят, говорим, говорим. Говорим, говорим. Вот аукционный, аукционный 4 балла, B, но в данном автомобиле скручен пробег. И определить это сканером и чем-либо ты не сможешь. То есть это определить можно открытием аукционного листа и узнать, какой пробег. По-другому на японских автомобилях пробег не определяет. То есть что-то по кузову ты можешь посмотреть, но пробег никак. Только открыв историю автомобиля Японии. Ну все, теперь буду узнать. В принципе, нам аукционный лист нужен только для того, чтобы узнать пробег на автомобиле. Остальное профессионал увидит своими глазами. И он должен рассказать заказчику, что с машиной происходит. Потому что какие-то моменты, мы это не раз говорили, на аукционном листе просто не отображаются. Ну, в итоге пробег на данном автомобиле 200 тысяч. Вот. Вы приобрететесь и такую такой автомобиль. 200 тысяч это многовато. Хотя для японского машины, для японского автомобиля 200 тысяч. Мы видели машины с пробегами 600 и 700 тысяч. Она будет ездить, ездить, еще раз ездить, ездить, ездить. Потому что двигатель здесь достаточно надежный. Но мы... Отпугивает человека, как... Да. Ни в коем случае не говорим вам покупать автомобили с пробегами 200 тысяч. Это... Это наше такое вот мнение. Ну, смотри, Коль. Вот сегодня мы показали тебе, как проверять кузов. Но это показали все равно, как... Не то, что профессионально, что хотя бы, чтобы у тебя было понимание, с какой стороны подходить и что смотреть. И даже не имея толщиномера, если правильно все это подойти, ты можешь посмотреть, битая машина или не битая. Что ты вообще усвоил? Исходя из сегодняшнего дня, теперь я знаю, куда уже больше обращать внимание. На что обращать внимание? Ну, и узнал очень много нюансов, которые необходимо знать при покупке автомобиля. Ну, и то, что мы тебе показали, это, в принципе, легко, не сложно. Естественно, профессионально, если уже подходить к этому, как мы проверяем автомобили, мы проверяем намного больше, чем сейчас мы тебе это показали. Ну, это прекрасно. Вот, друзья, ну, это была такая первая серия, можно сказать, первый урок. Я думаю, они еще будут продолжаться. Если вам будет интересно, вы обязательно напишите в комментариях, хотите вы дальше продолжение или нет. Вот, но на сегодня, что погода хорошая. Все, всем пока. Всем пока. Хорошего дня и хорошего настроения.